Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямович. В гостях у нас новый свежий эсминчик Содружества Vampyr 2, который будет добавлен, точнее уже добавлен в Адмиралтейство, в Бюро исследований за 55 тысяч очков. Для тех, кто не знает, как получить эти очки, сразу же вам расскажу, потому что я знаю, что очень много сразу вопросов возникает, как это сделать. Вы берете прокачиваемую ветку до 10 уровня, а их должно быть как минимум 5 у вас, у вас появится вот такая вот иконочка, такой значок. Вы нажимаете кнопку сбросить, все ваши корабли разучиваются, продаются, все ваши командиры отправляются в резерв, в казарму, также все снимаются модарки, и вы получаете голый корабль, получается, с первого уровня, и вам заново надо проходить ветку, и как только вы пройдете ветку и сыграете один бой на 300 опыта на последнем корабле, то вы получите первый раз 20 тысяч очков исследования, и каждый следующий по 10 тысяч очков исследования. Таким образом, вам понадобится, ну как минимум 5 раз пройти всю эту историю, чтобы получить себе такого вампира. Ну, без такого ликбеза, знаю, что ребята будете все равно спрашивать, поэтому вот, рассказываю. Стоит ли того корабль или нет, а мы сейчас с вами и поглядим. Давайте мы посмотрим его характеристики и отправимся на нем в бой. А с вас, ребят, традиционно лайк за подсказку, а также, пожалуйста, подпишитесь на канал, если еще не успели, и прожмите колокольчик. Так, если посмотреть, как говорится, если взять в руки телескоп, посмотреть, на что же похож наш эсминчик, это, конечно же, Деринг, британец 10 уровня. Ну, есть, конечно, существенные отличия здесь, точнее, в основном отличия в нашем с вами оснащении корабля, в снаряжении, у Деринга есть британские дымы быстрые, гидроакустика короткая и ремонтная команда, хилка. У вампира же дымогенератор малого хода фирменный, содружественный, ползучие дымы, как они называются. То есть вы идете, и на 1,4 дымочки за вами идут. Здесь очень неплохой гидроакустический поиск. У него есть, ну, какой плюс? Работает он, конечно, меньше, чем британский, но он большой, то есть он 5 километров целиковый габ, как и у других наций. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не всегда, но это мы сейчас с вами посмотрим. И форсаж, чего, кстати, нету у того же Деринга. Здесь нету хилки, получается, и это, конечно, немножко ограничивает его в плане перестрелок 1 на 1 без дымов. Теперь давайте посмотрим на характеристики. Здесь стандартные 19 миллиметров брони, 13 сверху в надстройке, 23 300 единиц хп. Для, ну, скажем, универсального эсминца, такого же там, как тот же Деринг, это, в принципе, нормальный, хороший результат. Единственное, что у Деринга, опять же, хилка есть, а вот у Вампира нету, зато дымы поинтереснее. Главный калибр 6 орудий, калибр 113 миллиметров. Вы помните, что после глобального ребаланса инерционки здесь фугасы пробивают только эсминцы, если посмотреть, да, 19 миллиметров. И надстройки у линкоров и крейсеров. Все остальное, даже с установкой инерционки, здесь ничего не будет пробивать, поэтому сэкономьте Ваши очки. Так у Вас будет 22 миллиметра при инерционке, так будет 19. Ребят, ни в коем случае инерционку здесь брать не стоит. Если очень хочется, в крейсер всегда можно пострелять ББшками. ББшки здесь, кстати, неплохие. Дальность стрельбы 12,8 километров, но баллистика 746 метров в секунду. Это на уровне американских эсминцев попасть, такое себе непростая задача. 12-километровые торпеды, что неплохо. Вот, в отличие от того же дейлинга, там десятки, но торпед здесь всего 5. Ход 62 узла. Вообще, 12 километров, мне кажется, это лучше, чем 10 в любом случае, потому что в том страшном мире РЛС, ГАПов и всего прочего, лучше вперед, в принципе, особо не приближаться. И скинуть партию торпед с 12 километров все-таки будет попроще. Что касается нашего ПВО, 52 попугая. Опять же, переключусь на дыринг. То же самое, что и у дыринга. Единственное, мне вот знаете, что интересно? Почему здесь вот какая-то хрень установлена, а ПВО никак не изменяется при этом? То есть, ну, чисто визуально, видите, здесь один вот этот автомат такой стоит, да, зенитный, а здесь у нас еще какие-то маленькие пущенки, два автомата, но ПВО никак не меняется. Могли бы хоть заградку дать, не знаю. То есть, получается, торпедный аппарат отпилили, или, может быть, вот здесь вот спрятан домогенератор полного хода, черт его знает. По маневрами с 35 узлов ход, ну, для британца, в принципе, стандартная история, но зато есть форсаж. 630 циркуляции, 3.5 перекладка. Хороший маневрный эсминчик. И незаметность 5.8. Кстати, у дыринга у нас 6.0. Получается, что вот этот вот, ну, не британец, содружественец годится в качестве неплохого противоэсминца, и также может гонять вражеские корабли, заливать их из ползучих дымов, при этом используя гидроакустику. По сочетанию характеристик корабль выглядит достаточно любопытным. Что касается командира, здесь, возможно, разные сборки. Я знаю, многие любят брать радиопеленгацию, я к ней немножко еще не привык, поэтому сегодня ее брать не буду. Не буду брать никакие модернизации на торпеды, буду играть от перезарядки главного калибра и живучести нашего эсминца. Вот живучести нам здесь конкретно как раз и не хватает. Что касается оснащения, здесь все достаточно просто. Главное, не забудьте модку на дымогенератор, который даст вам его использовать долго-долго. Если долго-долго-долго, а практически 2,5 минуты работает, получается, наш с вами дымогенератор. Неплохо. Отправляемся в бой. И будем пытаться гонять корабли противника. Ну, в чем плюс? Конечно, хороший инвиз, раз на этом уровне нас пересвечивает, пожалуй, только японец. И... Я даже затрудняюсь сказать. По-моему, больше никто нас не пересвечивает. У японца вроде... Ну, Шима то ли 5,6, то ли что-то в этом роде. Напишите, ребята, в комментах, кто помнит там, какой конкретно засвет. Ну, по-моему, все-таки пересвечивает. Американец 5,9 вроде бы. Вот. Ну, Юянга примерно столько же. Ну, то есть плюс-минус такое же количество инвиза. А вот все остальное, и французы, и советы, и британцы, получается, те же, они нас не пересвечивают. То есть у нас есть шанс подобраться к точке с некоторым преимуществом по засвету. То есть мы первые обнаружим, где находится корабль противника, сможем как-то к нему более-менее элегантно развернуться, и так далее, и тому подобное. Ну, и, конечно же, возможность заливать корабли противника фугасами из дымов, это, как всегда у нас, ребята, бесценно. Ох, ох, что творится полдвенадцатого утра. Шесть линкоров с Митвессони. Остин и Москва по РЛСкам, и Шима, Харугума и Халланд. Ну, давайте так. Шамакадзе мы перестреливаем на ближних расстояниях, так точно, за счет скорострельности. Харугума мы, конечно же, не перестреливаем, но пересвечиваем. А Халланд мы точно должны перестреливать. Все-таки у нас здесь пушек-то побольше. 2.1 перезарядка. Кстати, примерно как на Халланде перезарядка, очень неплохая здесь. Куда мы пойдем? Ну, мы совершенно точно не должны ходить на точку С, потому что там нас отработают сразу РЛСками. Есть вариант либо пойти на Д, либо пойти вот туда, куда Шмакадз идет. Я так думаю, я так думаю, что вот здесь вот, наверное, нам будет немножко интереснее реализовать свои пуханы, потому что тут более-менее открытое пространство, и можно кататься в своих ползучих дымах, при этом торпеды особо не налавливаясь. Плюс к тому, кстати, фишка вот этих ползучих дымов именно в том, что вы движетесь в процессе сдачи дымов, и шансов того, что в вас зайдут торпеды, которые по вам сбрасывают, ну, они меньше, скажем, эти шансы, нежели чем если вы просто стоите в своих дымах. Поэтому в этом плане все выглядит неплохо. Мне интересно сейчас, вот авианосец у нас красавчик пошел сразу на разведку. Покажи, пожалуйста, друг. О, люди уже на Эмельманах тут во всю катаются. Есть ли смысл брать Эмельман? Мне кажется, это главный просто вопрос обновления. Брать ли этот корабль или нет? Ну, по нему мы, конечно, тоже обязательно сделаем обзор. Не сомневайтесь, он от нас не скроется. Так, вижу я три вражеских линкора под точкой D. Монтана тоже туда поворачивает. А вот Эмельман здесь, на точке A. Там же у нас в наличии Харугума. Хорошо. Я просто смотрю, где кто куда разъезжается. И Остин. А Москва идет в нашу сторону. Ох, даже не знаю, что мне меньше нравится. Москва или Остин. Да и то, и то, наверное, неприкольно. Сброс торпед. Видите, есть потрубный вариант. Раз. И помимо потрубного варианта, есть у вас возможность сбросить все сразу. Однако, как видите, у нас весьма такой себе хреновый угол сброса. Ну, а, кстати, кто-то у нас заходит на точку C. И вот это, возможно, шанс у нас есть. Москва отворачивает. Остин там далеко. Давайте попробуем попросить здесь поддержку. И при помощи нашего комплекса возможностей, скажем так, попробуем разобрать корабль, который находится на точке C. По идее, это должен быть Халланд. Не знаю, что его сюда занесло, конечно. Не очень приятный корабль у меня для перестрелки, но один на один в ближнем бою он, в принципе, должен быть норм. Вот, если вы не собираетесь с ним долго-долго и уныло там перестрелиться, отпускать его и вот это вот все, то он должен вполне себе нормально контриться здесь. Так ли это будет или нет, мы сейчас с вами и проверим. Тормозимся. Сдаем мы... Сдаем мы дымогенератор. И сдаем мы гидроакустический поиск. Давайте, а нет, ББшки, не успеваю. Ну, можно было бы ББшки по нему заюзать, но нет. Не получается. Большой урон входит в наш с вами Халланд, как видите. Видимо, удастся все-таки ему здесь уйти. Да, удается удрать нашему Халланду, но мы, конечно, его изрядно, скажем так, повредили, поэтому я думаю, что это был хороший врыв. И даем небольшой здесь торпедный сброс. В ту сторону. Так, а мы идем, кстати, на одной второй, поэтому я думаю, почему меня не видно... За деревьями не видно леса. Кстати, если мы сейчас поддадим немножко газку, по идее... Нет, не видно. Хотел, думал, может быть, увидеть вражеский... ЭСМ, но получается, что нет. Касминец мы не видим. Зато мы видим республику, по которой можно покидать фугасами. Вполне себе, почему бы и нет. Ну, по крайней мере, пока она не... Светится. Вот она сейчас светится. Попробуем еще немножко накидать домашки по надстройке. Можем себе позволить двигаться назад. Единственное, что здесь гидроакустика. Важно следить, покуда не закончится наш гидрач. Это очень важный вопрос. Как видите, очень хороший, кучный залп фугасами. Очень хорошо взлетает урон здесь. Ну, и даже поджоги даются. Видите, за счет того, что мы двигаемся, корабль не может нас прицелиться супер прям точно. А вот, кстати, и торпеды. А назад пойдем. Ничего страшного. Вот то, о чем я говорил, да? Торпеды вроде как бы по тебе сбросили с одной стороны, но с другой стороны, поскольку ты двигаешься, противнику попасть торпедами все-таки немножко сложнее. Здесь можно пытаться кинуть ББшками, но мне хотелось бы именно поджечь стройку Монтаны. Получится у меня это или нет? Ну, наверное, не очень получается. Ага, а вот и, кстати, наш товарищ Холланд. Здрасте. О, получилось у меня Монтану, кстати, поджечь. Вот наш товарищ Холланд. Мы еще... О, а мы выбиваем торпедный аппарат Холланд. Извини. Ничего личного. Все, заканчивается дым. Через 6 секунд. Еще немножко по Холланду и можно отходить. Хорошо. Хорошо мы себя реализовали. Здесь, на этой точке, я очень доволен тем, как мы сыграли. Но и надо отходить. Свою основную задачу вот здесь мы выполнили. Теперь следующий наш клиент, это, наверное, Ругума, вражеский, который там где-то находится в районе точки D. Он все-таки победил наш эсминец. Но не думаю, что он шибко живучий. С той стороны торпеды мимо мои проходят. Ну, ладно уж, на всякий случай, там грех было их не бросить. Я теперь знаю, что если Холланд будет брать точку, то у меня преимущество, конечно, миллион перед ним, потому что артиллерия британская выглядит гораздо интереснее, чем вот эти вот попердушки Холланда, несмотря, конечно, на то, что у него есть хилка. Вот. Холланд опасен, пожалуй, вот только если он при этом еще отходит куда-то. Вот тогда он прям становится реально опасен, потому что он возвращается и так далее и тому подобное. Но если вы Холланда не отпускаете, и вот любые эсминцы с хилкой, если вы их не отпустили, то они менее опасны для вас, что, конечно, является плюсом. Ругума находится на точке D. Мы это видим. И мы также видим Монтану, которая там тоже. Не знаю, пойдут ли сюда эти ребята. Вот. Но... Но Хоругума я имею в виду пока что. Не, Монтана не хочет ходить вперед. Возможно, сюда пойдет Курфюрст. Может быть, Курфюрст пойдет ли вперед? Может, мне кажется, пойти. А, вот он, кстати, и вражеский Хоругума. Попробуем сдать. Может быть, вдруг попадет на дурака снаряд. Эх, чуть-чуть не попал. Рядом, кстати, был, да, получается? Рядом, но... Но нет. Вижу крейсер противника. Ну, ладно. Хоругума от нас никуда не денется, я так думаю. А вот Курфюрст с Монтаной, к сожалению, не хотят выходить вперед. Ну, что ж. Мы, в принципе, имеем шанс патрулить точку. Единственное, что... Я думаю, как лучше нам поступить. Дело в том, что у Курфюрста, как вы понимаете, есть гидроакустика, которая обнаружит нас даже дальше засвета на 6 километров. Ох. Там идут фугасные перестрелки с Ямата. Ну, понятно, все нормально здесь. Халланд пока что не рискует брать точку. А Курфюрст... Можно, кстати, проверить, работает ли у него ГАП. Я думаю, что если бы мы сейчас засветились, то ГАП бы определенно работал. А Монтана, кстати, есть вариант, что собирается сдать вперед. И это для нее не очень хорошо. Спасибо, Шима. Ох, как я это люблю. Как я это люблю. Спасибо, союзники. Вы лучшие. Ну, что. Сдаем, наверное, дымы здесь наши ползочные. И начинаем обрабатывать немножко Монтану при помощи фугасных снарядов здесь. Так, какие-то торпеды в нее все-таки зайдут, я так понимаю. Пусть не наши, но какие-то заходят. И есть вариант ее немножко сейчас подразвлечь фугасами. Почему бы и нет. Сдадим гидроакустику. Халланд все-таки заперся на точку С, пока меня не было. Мне бы свет. Ребята, можно свет. Я понял. Шмакадзе ушел, и, к сожалению, света здесь нет. Дымы мы сыграли мимо, получается, здесь. Ну, какого-то серьезного прям варианта, скажем, у меня отработать-то. Я попробую просто через бодипул, грубо говоря, ее засветить, и вдруг она отстреляется и засветится. Ну, так понимаю, что вряд ли. Не хочет засвечиваться наша самая Монтана. Но у меня есть вариант, собственно... Ну, так, я думаю, там проблем не должно быть. Или он не стреляет. Должен его убивать, по идее. Да, все нормально здесь. И Монтана начинает светиться от моей гидроакустики. И, соответственно, у меня сейчас перезаряются торпеды, и Монтана ошибается здесь. Я ее, естественно, свечу. Гидроакустика. Это, кстати, большой плюс для меня. И сейчас перезаряются дымы. Главное тут что сделать? Не просрать заметность 2,5 у нас при стрельбе в дымах. Так. Чуть-чуть газку. Ну, я думаю, что там уже у Монтана шансов не так много. Эть. Ну, ладно, попало. Ошибочку я небольшую, конечно, сделал. Так. И продолжаем мы разбираться с Курфом. Я в дымах ли? Нет, не в дымах. Вот у Курфа, кстати, может быть и гидроакустика. Я бы, наверное, кстати, дал бы газ на всякий случай и убежал бы. А то, знаете, как это бывает. Попробуем. Попробуем удрать. На форсажике. Ну, и ошибаюсь я тут. Да, ошибаюсь, задаю. Непонятно, зачем я здесь стрелял, честно говоря. А кто меня видит, скажите мне. Неужто Остин. Он же не должен меня здесь видеть никаким образом. А, меня видит Холланд. Понятно. Месть Холланда сейчас будет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Ну, что ж, друзья. В любом случае, я так понимаю, выиграть нам уже эту катку не удастся. Но по результатам того, что мы с вами видели, можно уже сказать про сам по себе эсминец. Эсминец выглядит очень любопытным за свои очки исследования. Пожалуй, я бы его рассмотрел к покупке. И когда у меня будет возможность, наверняка сброшу. Я перекачаю какие-то ветки и, пожалуй, для себя этот эсминец приобрету. Мне он понравился. Он любопытный. Может бороться и с эсминцами. Может неплохо набрасывать по линкорам. Вполне себе даже. И, в общем, что еще надо. Все, норм. Главное, не совершать ошибок. Потому что я здесь реально под конец боя уже накосячил с дымами. Мог бы, наверное, еще бы накидать и торпед. Но, честно говоря, для меня бой с ползучими дымами на 10 уровне немножко, конечно, является необычным. Однако же, лодка весьма любопытная. Я думаю, что еще пара-тройка боев. И я ее полюблю прям конкретно. Вот такие вот дела. Ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами Турямыч. Увидимся. До новых встреч. И пока-пока.